так друзья всем привет наконец-то нашелся у нас третий победитель который угадал точно вес точно и у него первое место и мы его долго не могли найти то есть он не отзывался вот приехал сам он откуда ты денис покров с донецкой области приехал по своего кабанчика забрали своего кабанчика и но так и подписан был и не подписан поэтому как бы ему не пришло уведомление когда был уже результат розыгрыша он сам зашел и так узнал что таким путем что он выиграл не верил конечно звонил не переспрашивал ну спасибо верил но не доверяла так скажем спасибо за розыгрыш такую возможность племенного кабанчика так сказать за подписку за то что угадал большое спасибо вот он смотрите да покажу вам каких разводов все до месячные как я и говорил это не двух месячных чуть меньше месячный но тем не менее подымут и будет хороший дюрок на племя так что друзья по розыгрышу вопрос сто процентов закрыт все уже розыгрыш всем все раздали все по находились кто отдал кто забрал это дело каждого спасибо вам за розыгрыш участвовали тебе спасибо что участвовал смотрите дальше ставьте лайки вот я не могу понять почему их тянет всех сюда в сарай все постоянно в сарай вот это целый день там то жарко они здесь вот утром по перед проходом ложатся не пройти не проехать боря не пройти не проехать аська тоже собаководство вот друзья и здесь замочил думаю залью водой и нашел на таких какашечки ну шарики щебенка это сейчас постоит часики можно вот видеть будет как сметана 5 килограмм засыпал на вот это ведро хватает и надолго хватает но у нас по каштану официально объявляем по каштану вопрос закрыт в каком смысле закрыт его покупает каштан чека покупает на племя кастрировать не его не придется каштана через месяц там чуть больше заберут на племя обновить свои крови тоже люди занимаются пиотренами и будут подмешать каштана получается генетику его гены подмешать себе а потом наверное уберут когда придет время сейчас каштанчик будем давать короче вот так пока что и как раз я каштана покрою сейчас маску покрою маску каштаном поросят заберу маску покрою и там туда-сюда и приедут загадать вот так вот друзья получается так мы готовим передние стенки задние боковые уже подремонтировали а передние так делаем каким образом мы их делаем может кому пригодится значит изготовили первую вот она первое вот такой шаблончик и поэтому шаблону по 1 все остальные а так швы позатирали так вот и все собираем следующую мы зарезаем трубы вот таким вот макаром сами болгаркой и вот смотрите как получается она анатолий накидут просто может кому приойдет а кто-то будет себе делать 3 там станка 5 я покажу как она выходит вот смотрите вот по шаблону как она у нас выходит когда мы начинаем перед сваркой вот так вот видите здесь зарез совпадает для трубы и здесь зарез совпадает для трубы так она тоже давайте трубки торцы равнять вот так пик пик и вот так вот и пик и все это у нас просто уже 5 1 шаблон это 2 то 3 4 5 да и тут от 3 ну да вот это будет 5 это только рамки на передние стеночки 5 передних стенок готовы и начинаем заваливать металлические пластины вот таким образом почему так потому что у нас такой металл у меня такой наличии был делаем так она 5 металла не хватает делаем чуть по-другому просто две полосы широких сейчас я вот покажу вот таким образом эту делаем пятую так матом а ну потом посмотрим как будет лучше и друзья почему тут мы ноги поделали вот так вот 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 таким образом где были поломаны все поварили все по соединяли и все поварили ноги сделали все вымерли все чувство капитально и хорошо вышло почему посверленный станок вот вот и везде есть какие-то отверстия это мне подписчики короче за рубежа написал что это гальваника это цинкует снаружи и внутри и это чтоб она я так понял выливалась потом когда опускают покрывает цинком то есть и так сама здесь пробки это когда она все постекала потом уже пробки закрывают то есть он получается станок цинкованы и снаружи и внутри мы разрезали я заглядывал и снаружи и внутри делаем 5 таких станков 5 станков одного типа так получается по станкам надо только укомплектовать все у меня на 5 станков материал готовый бака готовы на 5 станков вот показываю как есть на 5 станков задние двери готовы на 5 станков передние стены тоже готовы передняя часть задняя часть боковая часть почистить и надо все собирать проблема в пластинах но пластины сегодня должны привести пластины но вот такого типа на двери и на передние крышки и все и так же друзья насчет поросят поросят породы дюрок всех поросят у меня поразбирали осталось сейчас две свинки и также осталось два моих кабанчика на откорм и сейчас будем убирать отсюда опять тут беллю делаю профилактику дезинфекции и запускаем сюда новую партию новый выводок два крупных это кастрированных кабанчика две поменьше это свинки сегодня сегодня позвонил человеку который заказывал эти две свинки он не сильно далеко от меня живет где-то в командировке на работе после 20 приедет заберет говорит пока подержу себя пару дней ну то есть подержу у себя этих а он приедет заберет всех поразбирали все что были аркаша аркашу забрал сварщик анатольевич забрал анатольевич отдал победитель кавашников сергей кавашников если я не ошибаюсь отдал сварщику своего кабанчика месячного но анатольевич говорит если ты скастрировал своего аркашу с этого выводка он и больше ему уже два месяца то есть можно я заберу аркашу а того не будешь чтоб ты не кастрировала просто продаж я уже так без вопросов и он забрал аркашу и потом приехали забрали свинок и также с того выводка с другого тоже позабирали с другого выводка тоже забрали там получается по моему 3 забрали тех которым месяц и сейчас мы их сюда переведем по сараю по сараю показывать не буду пока вообще не буду показывать почему потому сейчас я в сарае занимаюсь покраска всех клеток и закрываю usb на потолку чем закрываю как закрываю что мне обошлось это все все я показываю сейчас по чуть-чуть снимаю видео то есть я уже покрашу все сделаю и потом вам покажу чтоб не показывать от допустим там по чуть-чуть а сразу скажу вот так получился потолок вот так я его сделал вот сколько того он не стоит и так само по клеткам станки готовы просто надо собрать эти станки которые мне приходили от и от другого канала все забываю его название эти станки эти получаются мне они новые хорошие все но мне они как бы уже и и не нужны почему не нужно у меня моих пять станков и думаю поставить в сарай пять штуки все однотипные под один мотив вот как у меня под один мотив а так будет два таких два допустим этих три моих а так у меня мои получается мои станки и под один мотив вот и также сейчас будем забирать этих поросят дюрков сюда и будем забирать от петре на поросят в другую клетку сейчас я ее тоже покажу я вчера тоже порядок навел и когда били парализатором этот раз получается парализатор я вогнал и она резко ее крутнула и через спину перекрутилась и ручка сломалась надо ручку поменять тут ручка обычная типа как от болгарки ручку хочу поменять и сделать ну то есть крутнулась ну так получилось крутнулась я сломала ручка а в эту клетку в эту клетку будем сейчас тоже по белка зачистка и будем сюда поросят вот петра и на запускать сюда я перевел три сестра киевлянка анфиса и обезьянка кстати тут была одна анфиса я с этой клетки перевел 2 и они как будто они вообще в них не ссор не скандалов не грызутся не кусается но эти все покрыты это пойду час на новый сарай так что друзья сейчас сначала этих заберу этих показывать не буду потому что там у меня кое-что новое появилось тут потом покажу этих заберу и чуть позже побелю солнце сядет и вечерком буду переносить ну вы это увидите в этом же видео это друзья и получается два месяца и сколько там и 5 клеток нормальные такие швы и Стофеди! Сейчас воду наберем в душ, вот так вода набирается в душ, вот так набираю там 150 литров где-то раз в неделю. И также мне кто-то, я выкидывал фотографию, коптили поросенка уже смолили и мне говорили, что за песок за отмостка. Вон отмостка, а это я просыпал песка, чтобы не так вымывал, и там получается яма, еще надо довести, подровнять примерно, чтобы одинаково было в отмостку. Так и сделать надо. Так что кастана на кастрацию пускать не будем, так он и остается со своим достоинством, хозяйством и пойдет дальше. Я его держу на минималках, ну можно с него сделать еще более красивее, он будет такой есть, как в мышцах, впитанный. Это недолго покормить, чуть-чуть лучше, чем я кормлю, но тогда от него толку не будет. А так он худенький, хлесткий и не так выдыхается, не так устает, когда покрывает. Это я уже на нем проверил. Вот такой он в самый раз. И также, куда деваешь навоз? Часто вопрос, покажи Стас. Вот получается сарай мой новый, это эти сараи, а вывожу я вот напротив, это за два года. Не за два, а за два с половиной года. Так, вода прибавляется. Вот это за два с половиной года. Спрашивали, покажи наглядным образом, куда ты деваешь навоз. Вот сюда. Ну вот так. Вон каштан. Ну, как-то вот так. Прошел у нас жаркий день, солнышко село за горы, побелило и сейчас жара, грубо говоря, уже спала. Сейчас буду переводить. Все тут нормально. Водичка есть. Сейчас подцеплю опилочек и сюда. Сюда дюрков, а сюда петренов. Петренчиков своих. Сейчас тоже опилки подцеплю и сюда петренов. Тут тоже вода есть. Я воду опустил нормально. Будем запускать. Эй, девчата, сейчас вот это уже вечер, надо управляться им давать. И уже кричат. Ну, короче, будем забирать и сюда переносить. Вот такие получаются опилки. Сухие, хорошие. И чуть-чуть. А то они сейчас будут тут вытворять, бегать. Сначала понюхаются, а потом начнут езжать дня два. Ну, типа как скучать за своей... Кто за куклой, кто за Машкой. Здесь. И так же само здесь. Так само делаем. И надо их навоза взять чуть-чуть. Лопату немного. Вот тут возле дверей кучку кинуть, чтобы они не так... гадили где попало, а чтобы поделим кучку. Я всегда так делаю. Ну, бывает не делаю, все равно ходят там, в принципе, где надо, но... Лучше сделать. Ха. Пускай пока немного насыпал. Не буду набирать еще ведро. Пускай потом сейчас день... Два дней это выможут. И новый постелек. Вот так. Пускай. Вот это вот маленькая у нас малявочка. Так, ну, будем теперь в новый сарай. Так, ну и начинаем этих. ЕТРН. Погнали! Продолжение следует... 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 поросят, а эти вот чистый дырок он мелковатый, кто б мне что не говорил, но я уже сравнивал и вот разных свиноматок и узнаю, сейчас их понасыпаю всем, вот смотрите друзья, кто как ест после отъема, сейчас им чуть-чуть брызгата и с кормом, который дают свиноматки я стараюсь давать предстарт и с тем же кормом, который они ели свиноматкой чтобы им в кормовой базе разницы и стресса не было, ну в принципе едят, сейчас начнут накинуться, вот пойдемте другим брызгатом Тоже самое самое главное, чтобы у них не было разницы в кормах, вот если я сейчас с этим сделал, чтобы корма те же и оставались те, что они ели свиноматкой и те, что ели сами, вот сейчас эти будут, что углевенькие пока ну сейчас они боятся, я сейчас выйду и посмотрите, как эти едят вот уже начали есть, это я только забрал а почему они хорошо едят, потому я со свиноматкой с 10 дня стараюсь по жменьке, по щепотке, по чуть-чуть подсыпать на то место, где они сидят, спят если они отдельно от свиноматки, я туда подсыпаю, где они там в основном сидят под лампой и жменьками насыпаю и таким образом они потихоньку, потихоньку, эти лучше едят, чем бюрки сейчас они просто такие, ну боятся, зашуганы а сейчас один-два, завтра я поставлю кормушку на всю длину корыта у меня есть метра два и так будем их насыпать до субботы, а в субботу приеду, заберу четырех а там дальше будем откармывать так что друзья, вот так сделали отъем двух выводков всем пока до свидания